Жаркий июльский день. Девушки сидят в шезлонгах на веранде старой заброшенной дачи. Раскрыта широко остворчатая дверь, впустившая почтальона. Только что прочитали в газете простое письмо русской девушки из Кёльна. Молчание. Идем, Наташа, сказала Мария своей лучшей подруге и напарнице. Пошли к комиссару. Пусть проведет политинформацию. А потом я соберу тех, кто все это поймет, и пойдем на передовую. Сегодня у меня немки в Кёльне поплачут. Она убила в тот день 8 фашистских солдат, находясь в десятке метров от вражеского переднего края. Чуть не подорвалась на мине и порвала колючую проволоку свою гимнастерку. 8 и 126. Да, она уже убила 134 немца. Наташи еще больше. На ее счету 167 солдат противника. Их ученики, которых они учили беспощадно и придирчиво, истребили еще около 300 немецких солдат и офицеров. Уже на всем фронте о них говорили. Наша НАТО и Маша. В один день их приняли в партию и в один день вручили ордена Красной Звезды. Уже героинями они встречали свою смерть. То утро не предвещало беды. Прибыли подарки бойцам из Сибири. Наташе досталось широкое полотенце, на котором было вышито. После боя умойся, утрись и будь бодр, дорогой защитник моей свободы. По небу медленно плыли белые, как дым облака. Стояла густая тишина августа. Полуразрушенные избы да израненные холмы резали глаз. Только вечером тишину прервал минометный залп. Немцы яростно бросились в атаку. Их отбросили. Они снова атаковали. Теперь уже в самом узком месте на стыке наших подразделений. Девушки прибежали сюда вместе со своим командиром и прямо с ходу, почти не прицеливаясь, свой первый выстрел сделала Маша. Потом немцы ударили с тыла. Горсточка советских бойцов, залегших возле копны сена, оказалась отрезанной от своих. Пули ложились совсем рядом. Командир хрипло сказал спокойно и замолчал. Только через минуту они заметили, что командир ранен в голову. Тут уже Наташа повторила. Спокойно. Но командир был мертв. Она несколько раз ловила себя на мысли, что все это уже было раньше. Сейчас немцы отхлынут. Надо еще немного продержаться. Совсем немного. Рядом была Маша и Новиков. Все, больше никого. Наташа стреляла. На каждый немецкий крик «Руссдавайс» она отвечала, что русские девушки не сдаются. Потом спросила у Маши. «У тебя есть гранаты?» «Только две», ответила Мария. «И у меня две. Ты только встряхни их». Раненые, они лежали неподвижно. Маша повторила, как эхо. «Ты только встряхни». И еще раз, когда немцы приблизились совсем близко. «Только встряхни». Землю потряс взрыв двух последних гранат. Сгущались сумерки. Вечер стремительно умирал. Копна сена, точно высеченная из серого камня, стояла памятником в ночи. Так умерли две героини. Верность, бессмертие принадлежат им. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова